Никакого волнения. Все участники решительно настроены сдать экзамен. Сюда пришли все, кто захотел проверить свой уровень знаний по русскому языку. В 11 классе я закончила с единственной пятеркой. Это как раз был русский язык. Поэтому, когда я узнала, что именно по русскому языку, решила попробовать. Мой ребенок, Диана Байбарина, является ученицей третьей школы. И в следующем году она будет сдавать ЕГЭ. Поэтому я хотела бы пройти вперед своего ребенка и посмотреть, как это, чтобы потом, в будущем, ей как-то, наверное, напутственные слова какие-то давать. Условия были максимально приближены к реальной сдаче ЕГЭ. Перед началом экзамена родители прошли регистрацию. В специально подготовленных классах их ждали индивидуальные номера участников. Они проверили комплектацию выданных заданий и приступили к тестированию. Экзамен для родителей проходил в упрощенном варианте. Поэтому на выполнение заданий им отвели всего один час. Особых сложностей при сдаче ЕГЭ у участников не возникло. Было не очень сложно, потому что у меня дочь учится в 11 классе. И я с ней прохожу эти все тесты. Ну, сочинение сложновато писать, конечно. Мне кажется, надо на это больше делать упор в школе, потому что очень сложно выделять проблему, главную мысль. Ну, так, в общем-то, несложно было. Эта акция позволила родителям погрузиться в атмосферу итоговой аттестации и увидеть технологию проведения экзамена изнутри. Они смогли испытать те эмоции, которые испытывают дети во время сдачи ЕГЭ. После проведения в этот же день будет проводиться проверка экзаменационных работ. И результаты можно будет узнать в комитете по образованию 1 марта. Для взрослых набранные баллы, конечно, не важны. Главное, чтобы высокие результаты смогли показать их дети. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.